Добрый день дорогие друзья, с вами Зидыч и я искренне вас поздравляю с тем, что вы все-таки открыли Тайп 62. Теперь вы отец, батька нагибатор, ведь у вас в ангаре настоящая имба и рандом ждет пока вы его покараете. Так вы наверное думали, когда марафонили в течении двух недель. Но действительность оказалась жестокой. Им бы не случилось, ведь Тайп 62 во-первых не получил кумулятивов, во-вторых он в целом-то не премиумный и в-третьих он вам достался даже непрокаченным. И марафонить немножечко еще нужно продолжить. Ну, будем тестить что далее. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке и это кстати подтверждается данным марафоном. Итак, раз кумулятивы не завезли, боевой рейтинг у нас получился 5,7, такой же как у первого тигра. Пушка у нас модифицированная Д5Т, такая же как например на Т-34-85. Ну и еще помимо обычных тупоголовых снарядов, есть дополнительные, о которых мы еще отдельно поговорим. Сейчас важнее посмотреть на скорость перезарядки, потому что с Асами она у нас в 8,6 секунды, у Т-34-ки 7,1. Дальше у нас минус 4 градуса ОВН, у Т-34-ки минус 5. Про поворот башни даже не хочу говорить, разумеется медленный, потому что слизывали танк с Т-55. И получается, какое у нас преимущество? Даже броня и то хуже, чем у Т-34-ки, потому что посмотрите, в ЛДНЛД там 40 миллиметров, в башни там 50, но в любом случае зенитка при желании унизит, даже в лобовую проекцию. Чувствую сейчас все, кто марафонил две недели, просто слезы рекой перед монитором и соответственно, ребят, у меня для вас хорошие новости. По крайней мере по карточке я так посмотрел специально, думаю, ну хоть что-то должно быть хорошее. 70 километров в час, я увидел 70 километров максималки в РБ, то есть в аркаде будет вообще под 80. Думаю, вот это да, это ж гоночный болид, ну по крайней мере в реалиях нашей игры точно надо затестить. И что вы думаете, поехал я на Карпаты затестить танк, думаю, сейчас ворву, сейчас я прям как с фланга зайду, как пофармлю и не тут-то было. Посмотрите, просто справа чешет М46, смотрит на меня недоумевающе и просто, вот знаете, ты точно быстрый. То есть он смотрит на меня таким надменным взглядом, будто я на Маусе качу. И вот реально вот пристроился, даже может немножечко обгоняет, мне стало обидно. Вот честно, парни, вы не увидите максималку в эти 70 километров, я не знаю, что нужно сделать с танком, чтобы он ехал 70 км. Разрабы, покажите мне эту скалу, с которой можно скинуть этот танк и он разгонится до 70, да даже до 60. Вот честно, его предел это 46-48 км в час, я за все бои больше не видел. Какие там 70, я не знаю, парни. Не, ну я конечно понимаю, разработчики тоже ж люди, там праздники, все дела отдыхают, но пожалуйста, подкрутите вы ему немножко динамики, это ж невозможно. Ведь пока я ездил на этом танке, пытался быстро захватывать точки и меня подстреливали на подходе, меня уже противники даже начали жалять, писали мол, ооо, Type 62, мои соболезнования, понимаете, до чего дошло. В общем вы поняли, со скоростью полный песос, даже правильнее сказать с динамикой, которой по факту не чувствуется. Ну ладно, вот это кстати шикарная ситуация, мы с моим братишкой М46 решили показать первоклассный тимплей. Он убежает слева, я справа думаем, сейчас нагнем, тигра покараем. Синхронно, как профессиональные пловчихи, выезжаем и так же синхронно получаем по щекам и отправляемся в ангард. В моем случае причиной послужили плохие у Вейна, кстати за них еще не раз подгорит пукан, у меня и не только. Но все равно за синхронный тимплей можете меня поддержать лайком, ну что было не так обидно. А мы идем дальше. Но че это я все о плохом, да о плохом, сейчас подумайте, что я хейтер китайской техники. Ни в коем случае сейчас я вам выдам несколько плюсов. В общем, так, сейчас дайте подумать. Так, про скорость я говорил, да, скорость, тут все плохо. Перезарядка нет, тоже не то, перезарядка плохая. Там че еще, че еще есть, перезарядка... Броня, броня, нет брони, нет брони, что есть, нет брони, есть что, есть, блин, кто есть, что есть вообще у этой машины, так, три члена экипажа, это не тоже, это не плюс, нет, это тоже минус, а плюс, а плюс какой... Итак, кто отвечает? Отвечает господина мэра. Если вы ожидали увидеть на месте ТФ-62 нагибалку в виде Т-34-85, то я вас разочарую. Но этот танк не совсем говно, на нем можно воевать, но для этого вам нужны руки. Без рук. Лучше не садиться. Да, лучше, лучше не... Берите Т-34-ку, как это, самый, наверное, один из самых лучших премов, это какой? Т-34-85 экранированный, ну, вообще... Правильный ответ. 1-0 в пользу знатоков. Не, ну, все-таки, если углубляться, плюсы имеются. Это, разумеется, пулемет ДШК, и, конечно, то, что имеется зум поприличный, нежели у Т-34-ки, можно рассмотреть цель. И, кстати, это одна из причин, почему лично я поначалу не мог попасть нормально снарядами и рассчитать упреждения. Это именно из-за такого вот хорошего зума. Перед тем, как перейти к применению, я, конечно же, хотел бы вспомнить про снаряды. У нас, помимо тупоголовых с бронепробитием в 142 мм, которые являются основной мощью нашего танка, есть еще и снаряды с бронепробитием в 159 мм, но за броневое там, конечно, не очень. Порой мне казалось, что китайцы заряжали его лапшой, потому что просто не дамажат. Вот реально, сколько раз пробивал, одна из целей вообще, по-моему, станковала три таких снаряда, а вот зато тупоголовые практически всегда в аншоте от противника. Ну, за исключением того, что вы там попадаете куда-нибудь в край танка. Есть еще подкалиберы с бронепробитием более 200 мм, но я их не использовал, старался оставаться на каморниках. И вот здесь тоже вот есть, конечно же, одна проблемка. Вот, как я уже сказал, БР у нас 5,7. И, в принципе, нагиб на этой машине все равно возможен, несмотря на то, что на 3-4 играть реально легче. Но для этого нужно, чтобы закинуло какие-нибудь БРМ 5,0, 4,7, к всяким там Т-20, Шерманам и так далее. Тогда мы точно можем использовать исключительно тупоголовые снаряды с бронепробитием 142 мм, нам их будет достаточно, и почти всех мы будем ваншотить. Ну, правда, нужно использовать тактику Криса Читера. То есть, ныкаться там, ездить по краям, прятаться весь бой и постепенно накидывать противнику. То есть, даже на таких БРах особо выеживаться не стоит, потому что, как я и сказал, даже зенитка может унизить. А вот если нас закинет в самое пекло, это БР-6,7, то здесь просто суши весла. Кто-нибудь вроде Королевского Тигра прояснит вам, что такое Т-55, а что такое китайская подделка Т-62. И вежливо посоветует больше не появляться на его БР, очередной раз отправляя вас в ангар. Вообще, основной фарм у меня получался, прежде всего, из тактики быстрого захвата точки. И в последующем я уже мог действовать либо на Тайпе-62, если меня не отстреливали, на точки. А это, кстати, бывало часто. Даже арт-удар мог забирать этот танк, потому что он картонный. Ну, или же с помощью как раз авиации. Я успел пересаживаться, если очков хватало, и начинал фармить. Ну, это вы прекрасно знаете, это избитая уже тактика, поэтому сегодня я сосредоточусь именно на Тайпе-62. Какие есть варианты? Разумеется, это просто кемперить, крысить, ждать, пока противник где-нибудь засветится, вы его долбанете. Даже как танк поддержки Тайп-62 не очень. Потому что если противник умный, он первым делом уничтожит именно вас. То есть, едет 2-3 танка, группа в полосатых купальниках, он из всех трех выберет именно вас. Вот реально, вот специально, он подумает, о, сволочь, я не марафонил, мне Тайп-62 не достался, вот я тебе, сволочь, тоже не дам покататься. И все, на этом конец. И тупо из-за человеческой зависти, то есть дополнительные страдания для владельцев Тайп-62. Посмотрите, какая нелегкая судьба. В общем, ребят, тут чисто одиночество. В одиночку кататься где-то на край карты и пытаться фармить одиноких противников, таких же, как вы. То есть, вот такая вот непростая машина. Вообще, мне интересно и ваше мнение, потому что я не на отвори там катался 5-6 боев, реально там откатал боев 20. Думал, может я реально где-то что-то не понял про эту машину. Нет, ребят, вот за все бои я так и не смог ее ни за что простить, ни понять, ничего не смог. Просто вот не мое. То есть, Тайп-62 это не та машина, которую я реально мог бы там, скажем, вам посоветовать. Кстати, здесь очень интересный момент. Я делаю дымовую завесу после как раз первого выстрела, чтобы противник не смог меня дернуть. Это Тигр. И, соответственно, делаю ему выстрел в полочку. Давай, до свидания. Ну а дальше, кстати, еще один интересный момент будет, как я с бинокля наведусь и долбану навесом. Очень, кстати, советую пользоваться биноклем, ребят. Классная вещь. Так вот, я не знаю, что бы было, если бы Тайпу-62 все-таки завезли кумулятивы, но мне кажется, что машина была бы немножко лучше, потому что так бы было оправдано, что у нее нет брони, потому что она и так бы не пригодилась на таких боевых рейтингах, да и сейчас она бесполезна. Зато была бы возможность гнуть танки Бэром повыше. Ну и на этом все, друзья. Надеюсь, сегодняшний обзор вам понравился, поднял настроение. Ну а я, когда у меня будет реально хорошее настроение, сделаю еще одно видео по War Thunder и с вас, и попрошу лишь поддержать данное видео пальцем вверх и продвинуть его, соответственно, на ютубе. Всего вам самого лучшего, друзья. И увидимся в ближайшее время. Пока.